Это видео было подготовлено EA Creator Network. Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Сегодня мы с вами познакомимся с самой мрачной частью нового дополнения For Rent с плесенью. Точнее, не мы с вами познакомимся с плесенью, а наши главные герои, которые живут в небольшом домике с плесенью. И, кстати, ребят, я вам сразу же советую выбрать себе фаворита, потому что что-то мне подсказывает, что в этом видео на сегодня получится что-то типа мини-выживалки. Ведь, наверное, вряд ли все шесть персонажей смогут пережить несколько дней в доме с плесенью. Хотя, может быть, не несколько дней, может быть, несколько недель, who knows. И, кстати, ребят, попробуйте в комментариях угадать, какие знаменитости являлись прототипами, точнее, имена каких знаменитостей являлись прототипами для наших главных героев. Ну, а пока что давайте поближе с ними познакомимся. И первая барышня, на которую мы с вами смотрим, Бритни Пир. Она у нас одиночка, чудаковатая, самоуверенная и очень общительная. То есть, она у нас общительная одиночка. Далее у нас Энрике Сиес. Кринжовый, чудаковатый, непостоянный и просто очаровательный. Следующая у нас Кристи Гилера. Она задира, кринжовая, обжора и коллекционер. Следующий персонаж Дженнифер Ло. Вот такая вот симпатичная мадам. Она у нас любопытная, непостоянная, сноб и мыслитель. Следующий персонаж, участник нашего проекта Рики Тики. Лежебока, неуклюжий, холерик и повышенный обмен веществ. Ну, и последний участник нашего проекта выживалки Джастин Лейк. Ревнивый, неряха, клептоман и делец. И, кстати, ребят, мы с вами обязательно на моем основном аккаунте попробуем пройти вот такую вот выживалку с плесенью, потому что, мне кажется, получится очень и очень круто. Ну, а теперь давайте посмотрим, в каком домике они будут жить. На первый взгляд, очень такой вот, знаете, миленький домик среди зелени, среди растений. Подождите, куда пальмы пропали? Пальмы! Пальмы сбежали, давайте вернем пальмы. Значит, здесь у нас, знаете, на первый взгляд все выглядит not so bad, но когда вы заходите, то вы попадаете к плесени. Ну, точнее, вы попадаете внутрь домика, но здесь очень много плесени. Здесь у нас небольшая кухонька, здесь тоже много плесени. Здесь у нас спальня номер один, да, ребят, я знаю, что здесь у нас двуспальная кровать. Здесь у нас ванная комната, здесь у нас есть несколько унитазов, есть душ, есть несколько раковин, и здесь у нас спальня номер два. В общем, наши ребята должны будут жить в этом доме, вы только посмотрите на вот этот потолок. Что-то мне подсказывает, что эти ребята приехали на какой-то фестиваль, может быть, им нужно сегодня выступать здесь вечером, но все домики были заняты, поэтому им пришлось снять именно вот этот вот домик. И теперь нам с вами нужно посмотреть, как же они смогут здесь жить. Я думаю, что я буду пока что играть только за одного персонажа, и в этом челлендже мы с вами что будем делать? Обычно мы с вами пытаемся как-то помогать нашим персонажам, а тут мы им будем помогать не убирать, не стирать, ничего не выбрасывать, и посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы они тут все не переругались в первый же день, потому что, честно говоря, если они еще и переругаются, потом станут страшными грибозомби, то я боюсь, что они просто уничтожат мгновенно друг друга. У нас выходит здесь такой вот, знаете, микс из психушки, выживалки, и, честно говоря, мне уже не терпится посмотреть, как же на них будет влиять вот эта вот плесень. Что ты делаешь? Зачем ты книжкой хлопаешь? Если ты хочешь почитать, ты можешь просто почитать. Давайте глянем, чем занимаются остальные ребята. Мне кажется, что нужно попросить кого-нибудь что-то приготовить. Что уже случилось? Подозрение в кринжовости. Давай-ка ты лучше, моя дорогая, пойдешь что-нибудь приготовишь, потому что мы с вами здесь, кстати, не имеем большую мусорку. У нас есть одна самая простая обычная мусорка, и нам нужно много мусора, потому что плесень, любят сломанные краны, любят мусор, любят лужи. И, как вы понимаете, чем больше этого добра будет у нас в доме, много историй не бывает. Ему нравятся истории. Прекрасно, Энрике нравятся истории. В общем, как вы понимаете, вот эта вот вся грязь будет только способствовать заражению. И в итоге мы с вами посмотрим, что же у нас из этого всего получится. Не прошло и одной минуты, как на кухне появилась плесень. Теперь мы с вами должны охранять эту плесень. Мы должны смотреть за нашими персонажами, чтобы никто даже и не пытался убрать эту плесень. Добро пожаловать в наш район. Ой, а вы что не знаете? Тут так много пле... Ой, мы не говорили про плесень. Здесь не плесень, здесь много плещется различной рыбы. Так что будьте осторожны. Смотрите, вот видите, он уже дергается. С ним уже что-то не то. Слушайте, мне кажется, что у нас вот эти вот все персонажи, в принципе, уже попадают под влияние плесени. Вот смотрите, смотрите, плесень уже влияет на наших персонажей. Они становятся раздражительные. Они все время ругаются. И что-то мне подсказывает, что они даже пару дней не смогут этот дом продержать без страшных грибочков. Даже боюсь спросить, что вот это такое появилось на раковине? Неужели плесень уже здесь? Ребята, мы играем только первые два или три игровых часа, и у нас уже проблемы в этом доме. Уже наступил вечер, и у нас еще больше плесени. Ребята, еще больше плесени. Пока что грибочков, конечно, у нас нет, но, честно говоря, наша кухня уже выглядит не очень хорошо. А вот это уже интересно. Нарост ядовитой плесени. На вашем участке появился нарс дикой ядовитой плесени. Если от него не избавиться, ваши персонажи могут серьезно пострадать. Совет. Вовремя чистите грязную сантехнику, чтобы плесень не разрослась. Хо-хо! Как вы думаете, мы с вами будем что-то чистить? Конечно же нет! У нас появилась еще вот такая вот кучка. Смотрите, ребят, это у нас аллергическая, это тоже аллергическая, а это уже нарс ядовитой плесени. И мы можем, конечно, использовать бомбу, жечь, чистить, но мы с вами этого делать не будем. И, кстати, как вы видите, только 6 часов вечера, а у нас уже вот такие вот проблемы. Учитывая, что наши персонажи очень сильно любят тут готовить, они постоянно принимают душ, ходят в туалет, то, как вы видите, у нас уже много чего испачкалось. И, кстати, я смотрю, что у нас уже первая лавочка занята. Мне кажется, Дженнифер собиралась, наверное, помыть унитаз, но, наверное, на нее настолько сильно влияют вот эти вот споры, что она забыла, что она собиралась делать, и предпочла пойти принять душ. Остальные ребята либо же отдыхают, либо пытаются, конечно, избавиться от вот этой вот всей зеленой заразы, но, как вы понимаете, зеленая зараза будет гораздо сильнее этих персонажей. Ребята, вы понимаете, что они теперь не смогут помыться от спор? Я не буду пока что их просить это все починить, я надеюсь, что, может быть, они сами догадаются, а если же не догадаются, вы же понимаете, что душ был единственным спасением, они могли помыться и как бы привести себя в порядок. А ну, давайте посмотрим, будут ли они чинить или же нет. Нет, они будут отмывать, но помыться-то они не смогут. Воу, 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 ребята, у нас первый грибочек, смотрите, а мы можем с ним что-то сделать? Нет, пока что мы с ним ничего не можем сделать, но прошло, грубо говоря, полдня, и у нас уже здесь вырос вот такой вот маленький зеленый грибочек. Я так понимаю, что, ребят, наши персонажи, наверное, даже несколько дней здесь действительно не смогут прожить, потому что вы только посмотрите, у нас уже вся кухня грязная, в каких-то потеках, и у нас сломанный душ, и наши персонажи очень сильно устали, пытаются поспать хотя бы на вот этом вот стульчике. Ребята, грибов стало еще больше, грибов стало еще больше, и что-то мне подсказывает, что следующая стадия может быть достаточно опасной. Давайте посмотрим, может быть, где-то у нас еще появились вот эти вот наросты. Мне кажется, что могли они уже появиться вот здесь в ванной комнате, но нет, ребят, здесь нет ничего, здесь тоже нет ничего, то есть у нас есть три вот таких вот наросты, и есть еще вот такой. Вы представляете, теперь у нас и на ковре они есть. Здесь вроде бы я не видела, они могут быть под кроватью, но, как вы понимаете, под кроватью мы с вами их сейчас вообще никак убрать не сможем, потому что наши симы будут только ручками разводить и говорить, я не понимаю, мне здесь кровать мешает. Поэтому будем надеяться, что вот эти их не заинтересуют. Но, кстати, самое интересное, уже почти целые сутки прошли, а они ни разу даже не пытались избавиться от вот этой плесени. Ребят, по-моему, нам с вами скоро стоит ждать первых зараженных. У Джастина тяжелый плесневид. Джастин страдает от головокружения. Возможно, это всего лишь игра воображения, но Джастин ощущает странные наруты у себя на теле. Ну, вроде, пока что на нем ничего не видно. И он даже до кровати не смог дойти. Кстати, посмотрите на Рики. Ребята, вы посмотрите, что с Рики происходит. И, кстати, у него нету мудлета. Есть! Смертельный плесневид! Рики настолько запустил свой плесневид, что он стал смертельно опасным. Плесень, дайте дочитать, пожалуйста. Плесень захватила все его тело, но остался ли у него шанс на спасение? Ребята, подождите, нас куда-то в стенку отправило. Вы представляете? То есть, смотрите, понедельник, практически 4 часа утра, а у нас уже первый очень сильно зараженный. Честно говоря, я думала, что нам с вами понадобится гораздо больше времени. И, скорее всего, этот ролик получится очень маленький, потому что наши персонажи как-то очень быстро становятся зараженными. Видите, они ругаются, они ссорятся. Давайте посмотрим, у нас где-то еще появились вот эти вот пятна, или же нет? Ребятки, давайте мы его разбудим, вообще посмотрим. Может быть, у него появились какие-то новые выпить бодрящие напиток, наряды, купаться, но он, получается, больше ничего делать не может. Действия группа нас не интересует, то есть, он помыться не может, потому что у нас сломанный душ, и, кстати, никто не собирается чинить этот самый душ. Вы представляете? Посмотрите, посмотрите. На нем вот эти вот споры выглядят просто ужасно, и мы, наверное, сейчас узнаем, в кого или во что он может превратиться. Мне что-то подсказывает, что, скорее всего, он, ходя вот здесь по домику, скорее всего, разносит эти споры, и кто-то от него может заразиться. Но больше я вроде бы нигде ничего не вижу. Давайте пробежимся по нашим персонажам. Значит, у нашей Бритни пока ничего нет, у Энрики тяжелый плесневид, у Кристи, у Кристи легкий плесневид. Кстати, у всех разные стадии получают. Ребята, смертельный! У Дженнифер смертельный плесневид! Ну, Рикки, мы с вами знаем, какой плесневид, а у Джастина пока что тяжелый. Ребята, у нас уже два персонажа со смертельным плесневидом. А вам не кажется, что он как-то странно ходит? Может быть, он так и должен ходить? Ребята, ну, выглядит как-то это все очень и очень все подозрительно. Давай ты лучше здесь на стульчике посидишь и все. Энрики пообщался с Рикки и, как вы видите, он тоже серьезно заболел. То есть, мы с вами можем сделать вывод, что если вот такой вот больной персонаж выйдет куда-то в город, то он начнет заражать всех вокруг. Ребята, так это у нас Last of Us и Walking Dead получается. И нам никакие моды на зомби уже не нужны. Грибы среди нас! А Дженнифер и вовсе становится единым целым с плесенью! Ребята, у нас первая смерть. И Рикки погибает! Ребята, у нас погибают два персонажа. Какая жесть! Вы посмотрите! Смотрите! Как же жутко выглядит смерть от грибов! Ребята, у него, по-моему, из уха растут грибы. У него из уха растут грибы. И у нее тоже. Какой у... Ребята, из них растут грибы. Они же могут, наверное, заражать еще больше этот дом. Ребят, прошло меньше суток. И у нас уже два трупа. У нас погиб Рикки и погибла Дженнифер. Первые жертвы плесени. Все из-за вот этого вот нароста. Все из-за вот этой вот грязной плиты. Ребята, вот это поворот. Я так понимаю, что следующий у нас, наверное, Энрике. Причем, самое интересное, что у Рики вроде бы мулет давал еще часа два или три. А он внезапно умер. Смертельный плесневид. Дискомфорт плюс девяносто девять, ребята. Плюс девяносто девять. А смерть может? Может, я думала, что дверь может быть заперла. Ребята. А смерть может заразиться? А давайте закроем дверь. я не могу пока закрыть дверь. Какой ужас. Мы, кстати, наверное, с вами увидим еще и призрака после смерти от грибов. Ребята, какой кошмар. Наверное, это одна из самых стрёмных смертей, потому что, насколько я знаю, есть вроде еще смерть от вот этих вот мух. Но здесь это просто какой-то самый настоящий ужастик. Жалко, что они, конечно, не начинают какое-то время с вот этими грибами из ушей ходить, например, по городу. Вы представляете, целый город таких вот зараженных. Посмотрите на походку персонажей, когда они так сильно заражены. Вот это, конечно, жесть. Ребята, честно говоря, я не ожидала, что с плесенью тут получается, знаете, такая вот своя мини-мини-мини история. Посмотрите на вот эти руки. Как же жутко выглядят эти персонажи. Действительно, как будто бы после какого-то апокалипсиса. Представляете, целый городок вот так вот заразить и затем пытаться избежать вот этих вот персонажей, пытаться с ними не пересекаться и как-то пытаться их вылечить. Бритни тоже заболела. Она пытается всячески здесь все оттереть, но ей пока что это не удается. Я смотрю, что из всех персонажей пока что только Кристи, ну как бы у нее споревоз, понятное дело, и у нее легкий плесневид. То есть пока что она, конечно, не сильно может переживать из-за вот этих вот спор, но что-то мне подсказывает, что через какое-то время они до нее доберутся. Как дела у Джастина? А Джастин решил, что нужно со всеми постоять, поболтать, правильно, заражаем. Я решила к нам в семью добавить призраков, ребята, и вы посмотрите, как эпично они выглядят. Значит, во-первых, они имеют внутри вот такое зеленое свечение с грибочками, и между прочим, из них вылетают споры. У нас, правда, холодильник сейчас трошки левитирует, но не переживайте, сейчас оттуда вылезет призрак, и мы с вами на него поближе сможем посмотреть, потому что там у нас уже как бы понятно, мы не будем мешать, призрак отправился в туалет. Выйди, пожалуйста, из холодильника, я тебя очень прошу, я тебя очень прошу, покажись, да, ребята, из него вылетают споры, и я так понимаю, что призраки тоже могут заражать. То есть, мало того, что у нас ходят вот такие вот страшные, ужасные персонажи, ой, у нас персонаж куда-то пропал, так у нас еще и призраки, которые умерли от плесени, тоже могут заразить других персонажей. Кстати, ребят, самое интересное, что призраки действительно могут специально распространять споры. Только что она подлетела к нашим ребятам, которые сейчас готовят какие-то шашлычки, и выпустила на них облако споры. И смотрится оно, конечно, крайне жутко, но барышней осталась довольна. Следующая жертва плесени Энрики. Грибы среди нас, а Энрики сесы вовсе становятся единым целым с плесенью. Ребята, у нас осталось... О, здрасте! Может быть, вам не стоило сюда приходить? Давайте мы с ним поздороваемся. Заходите в наш страшный дом по лесене. Ребята, ночью смотрится, конечно, это еще все эпичней. Куда ты переместился? Чего его туда переместило? Ребята, мне показалось, или его переместило? У нас осталось три живых персонажа. У нас осталось Бритни, у нас остался Энрики, точнее, нет, Энрики уже не остался. У нас осталось Кристи и остался Джастин. Ребята, как думаете, кто из этих троих выживет? Кто останется последним из нас? Мы можем этому персонажу подарить личный дом на побережье и 10 тысяч симолеонов. Бритни, следующее! Ребята, осталось два персонажа! Осталось два персонажа! Представляете, если бы у нас действительно по городу ходили такие жуткие монстры. Все, ребят, Бритни тоже не стало. Итак, у нас она опять переместилась. Ой, ребят, смотрите, она переместилась на вот эту вот кучку. У нее прям и здесь грибы, и здесь грибы. Какая жесть! Слушайте, у нас уже целый дом призраков, и у нас осталось только два персонажа, ребят. Как думаете, кто выживет? Джастин или же Кристи? И как вы видите, они оба уже все в спорах. Они покрыты вот этими вот темными пятнами, и только один из них сможет пережить это жуткое испытание. Ребята, сразу же после Бритни погиб Джастин! Сразу же после Бритни не стало Джастина. Получается, единственная выжившая это Кристи. Кто голосовал за Кристи? Напишите в комментариях. Ребята, вот это у нас получилось испытание. Смотрите, у нас только вторник наступил. Я вам говорила несколько недель. Нет, ребят, никаких несколько недель. А ведь посмотрите, они тут поубирали, помыли раковину, помыли вот эту вот плиту. Ну да, у нас душ, кстати, между прочим, принять можно, даже невзирая на то, что он вроде как сломан, а может быть и не сломан. В общем, он как-то у нас очень странно функционирует, у нас тут душ с секретом получается, но это все не помогло. Это все не помогло. Вот эта вот плесень захватила наших персонажей, и в итоге Кристи осталась одна. Ну что, ребят, сегодня у нас такой вот мини-жуткий челлендж получился. Это даже не челлендж, это именно что выживалка. Мы с вами поселили персонажей в небольшом домике, в котором также поселилась плесень, и в итоге за полтора дня, грубо говоря, у нас погибли почти все участники. Я думаю, что если еще где-то часик-два подождать, то скорее всего Кристи тоже погибнет, и у нас тут вообще никого не станет. Знаете, у нас тут дом-убийца получается. У нас грибы-убийцы и дом-убийца. Ну что, ребята, пишите в комментариях, за кого вы голосовали, кто из ваших персонажей выжил, кто погиб, ну и, конечно же, как вам вообще вот эта вот функция с плесенью, как вам вот эти вот жуткие грибочки. Мне, честно говоря, было очень интересно это все посмотреть, и будет, конечно же, интересно поиграть в полной игре. Ну а я буду с вами прощаться, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok